Местоимения В английском языке существуют личные, притяжательные, указательные, неопределённые и другие местоимения. Посмотрим сначала личные местоимения. Личные местоимения изменяются по числам и лицам. Единственное число Множественное число Запомните некоторые особенности. Местоимения Я всегда пишется с прописной буквы, и если является одним из однородных подлежащих, то ставится после них пересказуемым. Я и мои дети – граждане Франции. Мы с Анной и Сэмом изучаем французский. Русское личное местоимение второго лица единственного числа «ты» в английском языке отсутствует, поэтому местоимения «ю» в единственном и множественном числе переводят как «ты» или как «вы» в зависимости от контекста. Местоимения «he» и «she» употребляются только там, где речь идёт о людях, а предметы и животные обозначаются местоимением «it». Местоимения «they» употребляются как с одушевлёнными, так и с неодушевлёнными предметами. Теперь рассмотрим несколько примеров. Я живу в Ереване. Ты живёшь в Нью-Йорке. Он очень умён. Она хороший адвокат. Она интересная, книга. Мы говорим по-английски. Вы красивая женщина. Они студенты. Они красные – ручки. Они слишком откормленные – коты. Личные местоимения имеют два падежа. Именительный падеж. И объектный падеж. Представим это в виде таблицы. Я – мне. Ты – тебе. Вам. Он – ему. Она – ей. Он – она – оно. Его – ее. Ему – ей. Мы – нам. Они – им. Личные местоимения в именительном падеже употребляются, как правило, в роли подлежащего. Я живу в Москве. Он из Англии. Именной части составного сказуемого. Это была она. Тут надо помнить, что к личному местоимению «I» это правило не относится. В подобном случае употребляется соответствующая форма в объектном падеже «me». Это был я. Личное местоимение и вопросительное местоимение «who» в объектном падеже употребляются в роли дополнения, как с предлогом, так и без предлога, и ставятся после глагола. «Дайте мне торт». «Вы хорошо ее знаете». «Пошлите ему письмо, пожалуйста». «Мы говорим с ними по-французски». «Кому ты рассказал об этом?» А теперь давайте рассмотрим несколько примеров с личными местоимениями более подробно. «Я звонил тебе». В данном предложении личное местоимение «I» находится в именительном падеже и является в предложении подлежащим. «Личное местоимение «you» находится в объектном падеже и является в предложении дополнением. «Я хочу дать тебе эту желтую ленту». «Местоимение «I» находится в именительном падеже и является подлежащим. «You» находится в объектном падеже и является дополнением. «Ты можешь испечь для меня торт?» «Местоимение «you» находится в именительном падеже и является подлежащим. «Ми» находится в объектном падеже и является предложенным дополнением. «Фор» «Но могу Augen dasrowванного падеже и является подлежащим. Яvention- mentoringpersе и является проливомXone Benficται» «Местоимение «IZV04» расшабство»